Открываем работу секции номер 6. Обучение иностранному языку для специальных и академических целей в новой образовательной реальности. Мой технический ассистент Юлия Эдуардовна Лялина. Также, уважаемые коллеги, работа секции сопровождается синхронным переводом. Я хотела бы напомнить вам о функциональных возможностях системы Zoom. Обратите внимание на панели внизу. Вы можете переключать язык, заходить в русскую кабину, в английскую кабину. Мы благодарим нашу команду переводчиков за обеспечение перевода и создание атмосферы научной дискуссии. Я также хотела бы, уважаемые коллеги, напомнить вам о том, что вы можете, и, пожалуйста, делайте это, отключайте свой микрофон, если вы не выступаете. Напоминаю и о регламенте в 10 минут на выступление и 5 минут для ответов на вопросы аудитории. Предлагаю задавать вопросы как через чат, так и устно. Пожалуйста, на ваше усмотрение. Не волнуйтесь, если будут какие-то сбои со связью, связь восстановится и вы сможете зачитать свой доклад. Уважаемые коллеги, позвольте мне начать работу секции и предоставить слово Сергею Сергеевичу Хромову, представляет Московский политехнический университет. Сергей Сергеевич выступит с докладом на тему филологизации и междисциплинарность, как необходимое условие формирования языковых профессиональных компетенций. Наталья Игоревна, коллеги, извините, пожалуйста, за опоздание. Добрый день. Сергей Сергеевич, слышите ли вы меня? Добрый день. Наталья Игоревна, коллеги, извините, нашему следующему докладчику Светлане Юрьевне Будённой. Светлана Юрьевна, слышите ли вы меня? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Светлана Юрьевна представляет Московский государственный юридический университет, выступит с докладом «Иностранный язык в межкультурном правовом поле обучения юристов межкультурной коммуникации». Да, все верно. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, подскажите, видно ли презентацию? Да, все прекрасно видно. Все видно, Светлана Юрьевна. Да, хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги, рада вас приветствовать. И хотел бы для начала поблагодарить уважаемых организаторов за возможность участия в конференции. Наш сегодняшний доклад, посвященный «Иностранному языку в межкультурном правовом поле», а также связанным с этим вопросом проблемам обучения юристов межкультурной коммуникации. Ну, начнем с того, что стремительное развитие общества привело к увеличению межкультурных контактов, в том числе профессиональных, во всех сферах деятельности людей. В связи с чем значительно увеличилось и количество проблем, которые встают на пути специалистов различных отраслей, участников межкультурного профессионального диалога, что, в свою очередь, бросает вызов лингводидактам, отвечающим за подготовку, профессиональную подготовку современных специалистов. Ну, в последнее десятилетие мы наблюдаем глобальное распространение английского языка. Извините, у меня просто заминка не произошла со слайдом, извините. Мы наблюдаем глобальное распространение английского языка как средство межкультурного профессионального общения, владение которым увеличивает значительно возможности взаимодействия в профессиональной сфере с участием представителей различных культур. Однако именно с этой точки зрения английский язык, будучи изначально принадлежностью англосаксонского мира, привносят в такое общение элементы своей культуры. И особенно очевидно такое влияние как раз в сфере юриспруденции, а именно в области международного права, где также наблюдается мировое господство юридического английского языка, отличающегося, как известно, специфической культурно обусловленной термины системой. К тому же именно страны англосаксонской культуры продолжают стремиться к мировому господству и претендуют на повсеместное применение своего национального законодательства, таким образом навязывая его своим партнерам по юридическому сотрудничеству. Исследования в области профессиональной коммуникации юристов в межкультурном правовом пространстве показывают, что при использовании английского языка как языка межкультурного профессионального общения сегодня невозможно игнорировать социокультурные факторы, обусловливающие межкультурный диалог с участием представителей различных культур. То есть использование одного и того же кода не может в полной мере гарантировать достижение взаимопонимания между коммуникантами. Следовательно, чем больше коммуникантов, представляющих различные правовые культуры, участвуют в таком диалоге, тем сложнее избежать недопонимания ввиду национально-культурной маркированности юридического языка в каждой конкретной стране. На экране мы выводим наиболее проблемные зоны в изучении англоязычного юридического дискурса. Это и корректность подбора соответствия, абстрактный характер юридических норм, и наличие лакуны в фоновой лексике, и, конечно, формальных коррелятов и соотносимых понятий. Ну, показательным примером таких проблемных зон в межкультурном правовом общении может служить рассмотрение значимых факторов профессионального диалога в области юриспруденции с представителями Китайской Народной Республики, бесспорно являющейся ключевым игроком во многих сферах международной деятельности. В этой связи необходимо упомянуть уникальную природу правовой системы Китая, находящую свое отражение в довольно специфической терминологии и представляющую собой серьезные препятствия на пути к взаимопониманию партнеров по коммуникации. Ну, как известно, правовая система Китая представляет собой смешанный тип, включающий в себя и древнее право, традиционное право стран социализма, и англосаксонскую правовую традицию, и романно-германскую правовую традицию. И именно поэтому потенциал английского языка, как языка международного профессионального межкультурного общения оказывается крайне ограниченным и зачастую не способным транслировать юридические понятия иной правовой культуры. Вот почему существует достаточно большое количество так называемых лакун, в частности, например, что касается китайского языка, отсутствие в китайском языке таких терминов, как телесные повреждения, аморальность и так далее, а также формальных коррелятов, вызывающих серьезные коммуникативные трудности в использовании английского языка в межкультурном правовом пространстве. Ну, также предлагаем рассмотреть один из наиболее частотных терминов на примере русского, английского и китайского языков. Это термин «мошенничество». Как видно из приведенных примеров, определения, на первый взгляд, схожие понятия толкуются не одинаково. Если в русском и китайском языках дефиницию можно определить как более конкретную, кроме того, мы можем видеть даже совпадение частичных значений, а именно завладение чужим имуществом в данном случае, то в английском языке данный термин приобретает уже более широкое значение. Таким образом, употребление одного и того же термина в процессе профессиональной коммуникации становится невозможным, практически невозможным в отсутствии понимания того, осознания того, что под данным термином понимает коммуникативный партнер, представляющий иную правовую культуру. Следовательно, мы считаем, что такое знание у будущего специалиста в области права должно быть сформировано в ходе профессиональной подготовки к применению английского языка как языка межкультурного профессионального общения. И разработка модели обучения межкультурному англоязычному общению будущих юристов в условиях расхождения языкового и правового мировоззрения должно стать, по нашему мнению, и, возможно, уже и становится первостепенной задачей лингводидактов. Как показывают специальные исследования, формирование социокультурной компетентности будущих юристов оказывается целесообразным уже в условиях ранней профессионализации, а на продвинутых этапах обучения. Социокультурная детерминированность содержания обучения юристов оказывается неизбежной. Действительно, при изучении терминологии иной правовой культуры уже на первых этапах обучения необходимо акцентировать внимание обучающихся на социокультурном компоненте межкультурного англоязычного общения. И с этой целью требуется обеспечивать глубокое осознание студентами межкультурных правовых различий, знания способов преодоления коллизий концептуальных систем, средств языковой компенсации культурно-правовых лакун, что позволит им в дальнейшем успешно решать профессиональные задачи в межкультурном правовом поле. В этой связи, на наш взгляд, необходимо учитывать, что фактически освоение различных правовых систем в рамках обучения в ВУЗе происходит не раньше второго года обучения, в то время как изучение языка специальности зачастую начинается на первом году обучения. И при этом подача материала по различным правовым системам имеет обобщенный характер без рассмотрения специфики термина системы. Светлана Юрьевна, да, я прошу прощения, у вас осталось две минуты на выступление. Да, я почти, еще немножко. Исследователи в области юриспруденции не обошли вниманием вопрос, благодаря чему возникла такая учебная дисциплина как сравнительное правоведение. Однако данная дисциплина в основном ориентирована на студентов-магистрантов, хотя не менее необходимые студентам на первом этапе обучения, которые оказываются в своеобразном терминологическом вакууме и не постигают социокультурные особенности различных правовых систем. И таким образом достаточно большой объем информации студенты получают от преподавателя иностранного языка специальности, а также из учебных материалов именно по иностранному языку специальности. Ну, мы считаем, что преподаватель не может быть единственным источником информации и еще раз подчеркиваем, что существует острая необходимость разработки специального механизма овладения студентами, в том числе и начального этапа обучения правовой картины мира представителей иного лингвосоциума. Подводя итог, отметим, что международное сообщество достаточно успешно решает проблемы межкультурной коммуникации и использования английского языка в различных направлениях деятельности, что на первый взгляд решает проблему межкультурной коммуникации, так как существуют сферы, как юриспруденция, где английский язык оказывается не в полной мере состоятельным в контексте социокультурных и правовых различий, и даже тенденция последних лет к упрощению английского языка и английского языка права в частности, так называемая тенденция plain English, зачастую идет в рассрез с существующим в межкультурном правовом поле правовыми реалиями и спецификой международного общения юристов. То есть в этих условиях мы считаем, что существенным шагом вперед станет продуманная образовательная политика, предполагающая осознанное, дифференцированное и культурно-диверсифицированное формирование межкультурной профессиональной коммуникации юриста на нескольких релевантных для условий коммуникации и социокультурных основаниях. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Юрьевна. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста, к докладчику. Светлана Юрьевна представила очень интересное исследование и, возможно, коллеги кто-то также занимается юридическим английским. Пожалуйста, у кого есть вопрос, не вижу в чате, может быть, кто-то пишет в чате, одну секунду. Нет, в чате пишут. Нет. Я хотела бы спросить выступающего специалиста о воздействии Брексита на роль английского языка, которую он играет в международном общении. Благодарю вас за вопрос. Да, в наши дни очень сильное влияние на ситуацию оказывает политику, политические расклады, политические отношения. Английский язык – это язык международной политики. Он обслуживает международный оборот. Сейчас мы наблюдаем, впрочем, тенденцию возрождения, подтяжки национальных языков. Полагаю, что в будущем можно ожидать развития этого тренда. Вполне вероятно, что английский отступит, сдаст позиции языка международного общения, во всяком случае, по ряду избранных направлений. Ну, те, что касается Брексита. Трудно сказать, как это скажется на употреблении английского языка. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, я напоминаю еще раз о технологических возможностях платформы Zoom. Внизу вы видите значок, на котором написано «Перевод». Нажав на него, вы можете выбрать язык. Пожалуйста, при необходимости используйте. Спасибо большое, Светлана Юрьевна. Уважаемые коллеги, я хотела бы передать слово Анне Александровне Маркович и Елене Владимировне Коршук. Они выступят с закладом на тему оптимизации применения подхода КЛИЛ на второй ступени высшего образования в неязыковом вузе. Добрый день, уважаемые коллеги, я Кошу Келена Владимировна. Мы выступления, как и работу, разделим честно пополам. Огромное спасибо организаторам не только за сам факт блестящей организации конференции, но и за то, насколько грамотно построена наша секция. Очень приятно слышать, что то, чем мы занимаемся, созвучно работам наших коллег из России. Позвольте начать презентацию. Видно ее, да? Мы будем говорить о том, что частично затрагивали в своих выступлениях и Светлана Юрьевна, и София Оскаровна. Оскаровна, простите. Светлана Юрьевна говорила о том, насколько важно понимание экстралингвистической ситуации при обучении иностранному языку юристов. Совершенно верно. Получается, что она подводила нас к мысли о необходимости многопрофильного подхода к обучению языку, к межпредметному подходу обучению иностранному языку. София Оскаровна говорила о необходимости обучения ораторскому мастерству, что также можно учитывать в дальнейших программах. Наше выступление посвящено «Content and Language Integrated Learning» – это предметно-языковое интегрированное обучение. Цель наша – проанализировать предметно-интегрированное обучение на второй ступени подготовки данного в случае уже специалистов-гуманитариев, то есть это магистратура, мы представим более человекоориентированный подход к организации обучения, то есть покажем анализ представлений самих обучаемых об их профессии, роли иностранного в ней языка. И покажем одну из программ, которые мы разработали на кафедре для решения вот всех тех же вотрепещущих вопросов, о которых вели речь наши коллеги. Но для присутствующих здесь не секрет, что, конечно же, то, что Дэвид Марш разработал и назвал КЛИЛ, в Советском Союзе, собственно говоря, существовало, что называется, испокон веков. В частности, большой толчок внедрению профессиональных компонентов в преподавание иностранному языку дало постановление Совета Министров 27 мая 61 года, где четко было понятно, чтобы лица, оканчивающие университеты, свободно владели иностранным языком. Зачем, правда, непонятно на тот момент было. Что интересно, что объем аудиторных занятий, некоторые присутствующие могут это помнить, составлял не менее 240 часов, но у меня доходило до 600 часов на философском отделении. Почему? Потому что помимо вот этих 240 часов для желающих организовывалось факультативное изучение иностранных языков. И вот это вот количество часов дало, в общем-то, нам возможность разделить общий языковой аспект подготовки языковой и профессионально ориентированной, профессионально специализированной. Что мы делали в этом плане? Конечно же, доступа к материалам было во много раз меньше, чем сейчас, поэтому мы из имеющегося материала составляли пособия по специальности. Подход, собственно, был такой объективный, по-многому он и сейчас сохраняется. Мы изучали программы, мы изучали программы того, что уже студенты прошли на своих специальностях, чтобы, не дай бог, не нарушить основной ведущий закон методики преподавания иностранного языка. Это одна трудность, одна сложность. То есть студенты должны были сталкиваться лбом только с одной сложностью – это выражение каких-то своих профессиональных понятий на иностранном языке, пользование другим языковым ключом. Сегодня Дэвид Марш, автор этого подхода Клил, буквально в марте месяце в своем блоге сказал, что как сегодня наука располагает данными, что изучение профессии на иностранном языке через него, напротив, способствует развитию творческого мышления, полноте, глубине и гибкости восприятия мира, формирует навыки анализа информации, развивает память, помогает выработать тактики решения проблем. Что, собственно, в какой-то степени ставит под вопрос два основных принципа преподавания иностранных языков, существовавших в советской методике – это принципы доступности и пассивности. Каким же образом можно сохранить вот эти принципы, не отбить у студентов обучаемых желание изучать иностранный язык и помогать им развиваться в профессиональной области. А как мы видим на экране сейчас, это справа то изображение подхода Клил с цифровыми значениями, которые Дэвид Марш предлагал уже 7 января данного года, где он говорит, что к уровню магистратуры обучаемые должны получать 50% своих предметов на иностранном языке. Но возникает вопрос, хорошо, что по старой накатанной схеме сейчас мы изучим программы, посмотрим, сами решим, а что им надо, причем что будут в этот момент думать сами обучаемые, принимать свое внимание не будут. Нет. Мне кажется, что одним из основных отличий подхода к преподаванию иностранных языков на сегодняшнем этапе является именно его студентоцентричность, то есть изучение потребностей нашей целевой аудитории, то есть изучение потребностей самих обучаемых. И вот именно на основании изучения потребностей изучаемых, обучаемых, нам, мы на кафедре и разрабатываем курсы, профессиональные курсы, то есть курсы, готовящие в данном случае журналистов к профессиональной деятельности, но курсы на иностранном языке. Безусловно, нам это дополнительная головная боль, потому что параллельно приходится изучать журналистику, собственно, на что мы не рассчитывали в своей биографии. Но именно задействованность преподавателя иностранного языка в определенной степени может снять вот эти вот самые трудности дополнительные в восприятии профессиональной лексики и профессионального языка и может помочь сконцентрироваться именно на тех аспектах, которые, с одной стороны, недостаточно развиты у обучаемых, это в частности ораторское мастерство, а с другой стороны, не осознаются им как необходимой профессиональной деятельности. И я сейчас передаю микрофон своей коллеге, Анне Александровне, сама останусь с удовольствием в качестве перелистывателя слайда. Спасибо, Елена Владимировна. Ну, давайте тогда перейдем, пожалуйста, к следующему слайду. Мы задумались о потребностях наших и интересах наших магистратов. И провели с ними опрос, используя Google-форму, в которой был ряд вопросов по поводу того, как они относятся к изучению иностранного языка. То есть они его изучали в школе 10 лет и вот уже 4 года в университете. Значит, вот кратко их ответы по поводу того, необходим ли им в профессиональном образовании иностранный язык. Да, они скорее согласны или полностью согласны. То есть иностранный язык они видят как необходимая часть их образования. И они или уверены, или скорее уверены, что будут использовать иностранный язык в качестве инструмента иностранной деятельности. Нужно сделать заметку от месяца, сколько мы их опрашивали, магистратов. У нас их не так много, мы опросили 20 человек, и это обучающиеся в магистратуре на специальности журналистика, журналистика менеджмент и коммуникация. У нас небольшая магистратура, вот кто был. То есть, может быть, с репрезентативностью хотелось бы еще больше, но это все наши обучавшиеся тогда магистраты. Насколько они чувствуют себя, что они владеют иностранным языком, и абсолютное большинство уверено, что смогут вступить в контакт с собеседником, поддержать, завершить беседу. Менее уверены они по поводу своих навыков аргументации, а именно навыки аргументации важны все-таки для профессионального общения, для того, чтобы отстоять свою точку зрения. Мы спросили их, в каких ситуациях они полагают, что им понадобится иностранный язык. И они отмечают ситуацию контакта с клиентом, контакта с интервьюируемым, если они будут проводить исследование, вот они так выбрали, и интервью на иностранном языке. Все-таки это в основном те, кто окончил университет по специальности журналистика. Полностью они уверены в том, что им необходим будет иностранный язык для поиска информации, в том числе профессиональной информации различного типа. Также мы прошлись по форматам общения. Мы предложили им различные форматы устного, письменного общения и чтения. И попросили их в вопросах множественного выбора выбрать, какие форматы они будут использовать и в каких форматах они будут использовать иностранный язык. Например, они выбрали выступления с презентациями по профессиональной тематике на семинарах, научных конференциях и участие в пресс-конференции. Все-таки мы подумали, что это магистраты, люди уже заинтересованные в науке, у нас они получают диплом исследования исследователя, из-за этого не только пресс-конференции, но и даже научные конференции. По поводу чтения на иностранном языке. Они выбрали литературу по специальности, профессиональные журналы, материалы специализированных веб-сайтов, научную литературу, материалы СМИ, конечно. Нужно отметить, что они не выбирали ни законодательства, ни инструкции, ни методическую литературу. Они посчитали, что этому будет не нужно. По поводу письменной коммуникации. Они полагают, что им необходимо будет в их профессиональной деятельности писать на иностранном языке деловые письма, электронные письма, подготовить CV, журналистские материалы, возможно, на иностранном языке, или пресс-релизы на иностранном языке. Но вот научные письменные коммуникации, они не выбирают, которые они будут использовать на иностранный язык. Принимая во внимание вот эти интересы, конечно же, размышляя и самостоятельно, мы разработали такой курс «Иностранный язык для профессиональных целей». Этот курс в двухлетней магистратуре читается в течение года. И вот в этот курс мы попытались включить ряд тем, которые связаны с профессиональной деятельностью магистрантов, которые обучаются на названных специальностях, связанных с журналистикой, менеджментом и коммуникациями. Вот такую мы цель себе поставили, которая достаточно комплексна и сложна, где мы хотели бы, чтобы они владели рядом знаниями и навыков, которые связаны с их профессиональной сферой общения, но и все-таки включить и научную сферу общения. Следующий слайд, пожалуйста. В нашем курсе мы выделили вот такие пять разделов. Вот обратим внимание, какие такие разделы охватывают тему переговоров и освещения переговоров с МИИ. Вспомним, что они говорили о деловой коммуникации, о подготовке пресс-релизов и участия в пресс-конференциях на иностранном языке. Вот тема пресс-конференции включены в освещение переговоров, также включена здесь. Еще тематика межкультурная коммуникация и в принципе профессиональной коммуникации с представителями разных культур. Этот раздел студенты любят, им он интересен. И оказалось, что мы не зря его включили, хотя они не упоминали коммуникацию с представителями иных культур как необходимый для них элемент. Следующий тематический блок – презентация в профессиональном контексте. и презентация студенты, вспомним, выбирали, как ситуация, в которой им понадобится иностранный язык, а также анализ медиатекста. Здесь охватываются их навыки исследователя с использованием иностранного языка. В рамках данной дисциплины мы фокусировались, во-первых, на развитии навыков иноязычного общения в профессиональном контексте. Нам интересно было ввести концептуальную систему профессионального поля, ну и также развитие навыки применения полученных знаний, естественно. Особенно с точки зрения применения навыков исследователя и применения навыков журналиста в профессиональном контексте. После того, как студенты прошли этот курс, мы просили их еще раз. Вот те, кто окончили этот курс, они магистратуру еще будут оканчивать в этом году. После завершения курса мы кратко попросили их выделить разделы, которые, по их мнению, были полезны для них. И они ожидаемо выделили, как полезная эта тематика переговоры, межкультурная коммуникация и презентация в профессиональном контексте. Что интересно, также мы при подготовке дисциплины сравнивали наше тематическое наполнение, наше разделе, насколько оно пересекается с другими дисциплинами, дисциплинами, которые читаются на русском языке магистрантам. И достаточно тесно мы соприкасаемся с курсами деловая коммуникация, цифровая трансформация традиционных СМИ и дискуссо-аналитические технологии в гуманитарном исследовании. Однако студенты не отметили, что информация дублируется, хотя мы считали, что она дублируется. Нас удивило, что они как-то не сказали, что нам одно и то же читают. Значит, в принципе, мы охватывали шире и показывали информацию с точки зрения картины мира иноязычной. Ну, каким мы пришли выводом? Конечно, мы считаем, что учет профессиональных особенностей и учет интересов обучающихся важен и нужен. Периодически считаю, что нам нужно делать и дальше проводить опросы обучающихся, чтобы держать руку на пульсе и учитывать их мнение. Полагаю, что это стимулирует их осознание, самоосознание их учебы и в чем-то мотивирует их к изучению тех или иных аспектов в рамках нашей дисциплины. Елена Владимировна, вы. Спасибо. Максимально, что, возможно, Анна Александровна изложила. Но я думаю, коллеги, вы обратили внимание, что в нашей программе учтены как раз и ораторское мастерство этой переговоры с участием в пресс-конференциях и презентациях. И то, о чем говорила и София Оскаровна, то есть это то, о чем говорила София Оскаровна, и то, о чем говорила Светлана Юрьевна. Вот оно, межкультурная коммуникация, которая обязательно заточена под каждую специальность и которая в данном случае, конечно, на уже очень продвинутом этапе обучения обращает внимание студентов на разные картины мира, на разные профессиональные восприятия различных явлений. Ну, надо единственное сказать, что вот эту вот проблему разных профессиональных картин мира на иных уровнях, на первом уровне обучения, в свое время, еще тут уже сколько, 17 лет назад я писала статью о том, что для при обучении дипломатов параллельно, ну, тоже основываясь на опыте преподавания в Люблинском, Польша, в университете, параллельно включать курс межкультурной коммуникации. Ну, и частично это срабатывает, конечно, не всегда, но не в полном объеме, но немножко срабатывает. Спасибо вам за внимание, за активное слушание. Мы будем рады ответить на вопросы. Я теоретическую часть Анны Александровны на точные социологические данные. Большое спасибо, Елена Владимировна. Большое спасибо, Анна Александровна. Безусловно, наши коллеги из Белорусского государственного университета проводят очень интересную работу. Вы знаете, коллеги, у нас вопрос в чате. Могу я его зачитать? А специалисты подключаются к преподаванию профессионального языка? Ну, как вам сказать? У нас два этапа в университете. С одной стороны, есть специализированные курсы английского языка. С другой стороны, у нас есть, так сказать, программа самообучения специалистов в зависимости от их каких-то личных предпочтений. Спасибо большое. Это был вопрос от Валентины Иларионовны. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Да, можно мне вопрос задать. Поскольку я тоже преподаю язык журналистики, мне это особо интересно. Вот сегодня в пленарном докладе Ольги Викторовны Куликовой прозвучала такая мысль, что на современном этапе стирается граница между преподаванием иностранного языка профессии и преподаванием профессии на иностранном языке. Вот как это предусмотрено в вашем учебнике, в вашем курсе? Что вы преподаете? Иностранный язык профессия журналистика или же вы преподаете журналистику на английском языке? Ну, видимо, в данном курсе это все-таки журналистик. Нет, профессиональное общение, профессиональная коммуникация на иностранном языке в данном курсе. Ага, значит, все-таки язык профессии. Я поняла, да. Почему я спрашиваю? Потому что четыре года назад наша кафедра выдержала очень жесткую критику. Мы в свое время взяли и закупили учебник в Австралии. Там очень сильная журналистская школа, наверное, самая сильная в мире. Он называется Daily Medical. И мы его включили в учебный процесс. Студенты у нас, в общем, достаточно сильные, они с ним справлялись. Но нам сказали, что так делать нельзя. Поэтому мы, вот все ученики, переделали. Все-таки на другой лад. На преподавание иностранного языка профессии журналистики. Спасибо. Спасибо. Очень интересно было. То есть у вас Клил не прошел, да? Да. Клил не пройдет. Возвращаемся так в СССР. Я знаю, ваши кафедры блестяще справляются. Мы в свое время в МГУ, из МГУ привозили вручную большое количество учебников, написанных для студентов-журналистов. Ну, понятно. Большое спасибо за вопрос, Ольга Карловна. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Если нет больше вопросов, мы можем двигаться дальше. Дальше хотел бы предоставить слово Эви Якушне Харнаш из Национального университета Государственной службы Бенгрии. Она выступит с докладом на тему развития навыков критического мышления в рамках обучения иностранному языку для специальных целей. Слышите меня, надеюсь. Хорошо? Большое спасибо за возможность выступить. Я с удовольствием принимаю участие в сегодняшнем разговоре. Я смотрю, аудитория подобралась очень крепкая, подкованная. Но это и хорошо, потому что, наверное, меня слышат. Мне бы хотелось поговорить о воспитании критического мышления, особенно в среде студентов-международников. Содержание моего выступления выглядит примерно так. Я сначала расскажу о основных задачах, чтобы проэллюстрировать мои основные идеи. Например, коллективное обучение, обучение в условиях нарастающего объема информации. В настоящее время студенческая среда просто окупается в океане интернет-информации разных источников. С одной стороны, это хорошо и удобно. С другой стороны, сложно ориентироваться в таком объеме и сложно на что-то опереться. Один из способов – это коллективная, кооперативная работа, которая сочетает в себе элементы обучения и самообучения. Далее мы постепенно их подводим к созданию систем знаний на основе огромного массива информации. Я думаю, это очень интересно как раз для обучения иностранного языка в профессиональных и общенно-научных целях. Вот три основных шага, которые подводят к этому нарастающему кругу, разрастающему горизонту знаний. Для того, чтобы освоить вот эту работу со знаниями, студентов нужно научить, в принципе, критически, аналитически, особенно в современном мире, где не поймешь, где правда, где кривда. В двух словах – коллективное обучение. Именно в группах, особенно в небольших группах, развивается критическое мышление. Именно в малых группах. Ситуация коммуникативная облегчена, беспрепятственная. Студенты быстро обмениваются наличными знаниями, знания разного уровня, разной глубины. Атмосфера доброжелательная. Имеется такая групповая спайка. Все это вещи, которые способствуют успеху. Очень полезно заниматься сообща, в группе, решением каких-то задач. Студенты видят, насколько эффективны методы коллективного решения, поставленных задач, коллективного обучения, мозговой штурм. Теперь переходим к академическому языку. Устный и письменный научный язык – это разные вещи. Разница очевидна. Было обнаружено, что письменный язык, он более плотный, особенно по тематическому содержанию. А устная речь, она более, так сказать, сказительная, что ли, нарративная. Постепенно студенты по ходу обучения теряют способность вот этого нарративного изложения. Надо эти вещи подтягивать, не дать им исчезнуть. Речевые формы замещаются чисто книжными, формальными оборотами, изречениями. Известно, что у студентов очень часто хромает память, сосредоточенность теряется. Поэтому очень важно студентов заставить держать мысль рассуждения, нить рассуждения. Режим критического мышления позволяет сосредоточиться на решаемой задаче, быстро ориентироваться в объеме информации и не отвлекаться на какие-то посторонние вещи. Студенты испытывают сложности, например, сложности в кратком изложении основной мысли аргумента. Они скорее склонны размахивать руками, повышать голос и пользоваться другими эмоциональными проявлениями. Сложности с проникновением в текст, в смысл письменного текста. Они не умеют извлекать полезный для себя материал и аргументы из письменного текста. Думаю, что общий вывод примерно такой. Критическое мышление, особенно в сопровождении каких-то изобразительных стрельб, очень эффективный учебный процесс. ЮНЕСКО рекомендует освоение методов критического мышления. Хьюз дает такое определение. Критическое мышление – это формулировка или постановка вопросов по сути и вовремя. Критическое мышление написано как рубрика в «Доксономии Блума». Она вышла в 2001 году. Я включаю в себя такие подкатегории, как понимание, приложение, анализ, оценка и генерация. Все это, конечно, взаимосвязанные вещи. Все это работает на генерацию нового знания. Такая работа по критическому мышлению лучше всего проходит в группе от 8 до 12 человек. Можно дистанционно, можно аудиторно. Неважно. Я применяла самые разные решения. На выходе мы должны получить методы взаимодействия, сотрудничества, умение пользоваться интернет-ресурсами, умение выслушать оппонента. Ну вот первый вопрос, который я опробовал, обкатала. Что нужно для Африки? Было предложено составить аргумент на основе трех частной структуры. Изложение фактов, в том числе изложение фальсификаций, заблуждений, мифов относительно Африки. Студенты должны подобрать факты, которые объективно отражаются состоянием вопроса. Далее оценка, положительная или негативная, и предложение о действии. Во втором типе заданий – компиляция фактов, оценка. И в конце учебного занятия я предлагаю им сформулировать свое отношение и предложение о конкретных действиях. Это, конечно, все упрощенно, ради иллюстрационных целей. Я думаю, что просто кто-то со мной не согласится, и чтобы было проще аргументировать, я несколько упрощаю. Третья задача – поддержка аргументации в парах, личные мнения, позитивные и негативные. В малых группах, в принципе, не имеет значения, как звучит аргумент, главное его подтвердить. После формулировки аргументов студенты должны найти в интернете или где угодно подтверждающую фактуру. Я со своей стороны эти источники проверяю очень тщательно. Кстати, я заметил, что когда преподаватель отсутствует в аудитории, не нависает над студентами, то работа идет спорее. А все аргументы должны быть подтверждены источниками в виде ссылок. Либо в виде каких-то спонтанных списочков, либо оформленной как библиографии, в зависимости от уровня обучения. Вот такие ссылки у нас фигурировали на занятии. Студенты работали в группах. Вот хоть 4-5 человек. Посмотрите, источники вполне надежные. Они вполне вписываются в специальные профессиональные пульсы обучения. По сути дела, это знания на расширение, в дополнение к тому, что они слушают на лекциях. Дальше ставится задача в буквально 4-5 фразах изложить основное содержание. Реферат такой, собственной работы. Это, кстати, очень хороший метод работы, потому что заставляет высушивать материал и оставлять только сухой остаток. Я не допускаю использования сложных научных терминов. Они должны буквально тезисно, структурно зафиксировать свою мысль. Буквально 2-3 научкообразные фразы им разрешается припускать в своих выступлениях, но не больше. Дальше, собственно, критический анализ. Они должны на основе подготовленного резюме изложить свою аргументацию от имени группы. Тогда сразу становится ясно, какие элементы были выпущены, какие элементы больше, так сказать, субъективно близки. Для компенсации этого можно дать возможность работать в паре, чтобы два студента дополняли друг друга. Далее я открываю вопросы-ответы. Разумеется, итерация этого задания очень важна для закрепления материала. Очень часто они упускают основную часть, выводы и какие-то предложения. И сразу становится видно, что из изложения фактов, из их подачи, из постановки вопроса сразу просматривается и обслеживается оценочные осуждения и возможные решения. Вот как-то вот таким образом я пытаюсь объединять академическое обучение и языковую подготовку. Сейчас все вращается вокруг не теоретических, не каких-то отвлеченных предметов или видов работы, в сторону вполне конкретных вещей. По ходу приобретается очень важный навык комментирования полученной информации. Большое спасибо за это содержательное выступление. Вы поделились с нами ценнейшим опытом. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы. Наши переводчики-синхронисты работают и смогут перевести. Но если вы предпочитаете задать вопрос на английском, пожалуйста. Елена Владимировна. Это просто маленький подседок, чтобы поддержать вашу аргументу о немало внимания. Я хотела бы добавить лишь небольшую заметку. Студенты-магистранты, о которых мы говорили во время наших опросов, сказали нам, что они не любят, когда им дают текстовые материалы для подготовки. Они больше предпочитают презентации в формате PowerPoint, для них это проще, информация более структурирована. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы еще? Спасибо большое. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, хотела бы предоставить слово Валентине Илларионовне Наролиной. Она представляет Курский государственный медицинский университет, представит свое исследование в другой области, касается медицинского образования, выступит с докладом «Гибкое использование транслингвальной ситуации в медицинском образовании». Звук. Слышите меня теперь, уважаемые коллеги? Простите, немножко отвлеклась. Уважаемые коллеги, добрый день. И я с большой радостью сегодня выступаю вновь в ГИМО на этой высокой конференции, потому что я действительно почти ежегодно принимаю участие в ней. Единственным исключением было то, что я пропустила в прошлом году, но вот по такой ситуации, когда мы только вступили в период пандемии. Или это было в позапрошлом году, извините, но это были другие обстоятельства. Уважаемые коллеги, я хочу связать свое выступление немножко сразу с выступлением Эвы, которая так много внимания уделила Эвы Якушны, которая так уделила много внимания развитию критического и клинического, и, простите, критического умышления у студентов, у студентов, которые обучаются международным отношениям. Но это ведущие, самые главные цели в обучении студентов медицинского профиля. Развитие клинического, критического и клинического мышления. Тема номер один медицинских университетов, потому что именно это направление обучения готовит будущих медицинских специалистов стать настоящими диагностами, настоящими специалистами в области назначения лечения, всех видов лечения, реабилитации больных. И, в общем, вы понимаете, как это важно для наших современных медицинских работников. Но, и поскольку я работаю много лет, в общем-то, сначала этой нашей международной деятельности в нашем университете по организации обучения иностранных студентов, обучения медицинским предметам, медицинскому профилю, то я хотела бы сказать, что эти условия очень сильно изменились за последние 20-30 лет. Мы сейчас работаем в условиях такой интернационализации современного высшего образования, где уже нам нужно проводить очень гибко нашу языковую политику, потому что у нас интерферируют и участвуют в процессе обучения не только английский язык-посредник. Вот посмотрите на эту фотографию, не только английский язык-посредник, а вот теперь почти все медицинские вузы стали академическими базами для подготовки российских и иностранных медицинских специалистов. И, естественно, все они приехали со своими родными языками, на которых хотят и любят говорить, изучают русский язык, изучают латинский язык как основы, как базовый язык медицины. И, естественно, используют английский язык как общий язык-посредник в обучении и язык компьютера для того, чтобы развивать свои познавательные способности и социальное, менее социального общения. Таким образом, перед нами возник вопрос о формировании полиязыковой личности и в обучающих, и в обучающихся. А обучающимися у нас являются студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели программ после дипломного образования. И что же, основными компонентами формирования полиязыковой личности на данном этапе мы рассматриваем владение обучающимися и теми лицами, кого они обучают, несколькими иностранными языками, потому что без этого абсолютно невозможно работать. Такими иностранными языками, несколькими языками, которые являются инструментами эффективного осуществления профессиональной деятельности. Далее мы смотрим, во-вторых, для того, чтобы сформировать полиязыковую личность, мы считаем, что в таком поликультурном, полиязыковом образовательном пространстве мы не можем, не имеем права не формировать межкультурную коммуникативную компетентность или способность личности любого человека, обучающегося в таком академическом пространстве, признавать и ценить культурные ценности других народов, проявлять истинное уважение к представителям разной страны культуры, потому что это благотворно сказывается на деятельности всего университета. Третьим компонентом полиязыковой личности, Вот видите, в межкультурной коммуникации, вот я выбрала такую интересную, это, в общем-то, просто культурная коммуникация, и здесь нужно, человек должен уметь выявлять и личностные, и культурные ценности, и ритуалы, типичные для разных культур мира, и понимать также значение слов, и нидербальные формы общения, которые тоже нельзя нарушать, и, в общем-то, если все это выполняется, и семейные традиции, которые очень важны в разных культурах, и в итоге все это, конечно, способствует хорошей улучшению профессиональной деятельности, лучшему пониманию друг друга, управлению своими, как в межкультурной коммуникации говорят, ожиданиями, вот, и не проявлению каких-то ошибочных действий. Далее я бы хотела обратить внимание, что еще одним компонентом, который становится очень важным в современных медицинских учреждениях, не только в вузах, но и именно в медицинских учреждениях, развитие у врачей мягких и гибких коммуникативных умений, которые гуманизируют академическое сообщество, в котором учатся студенты из разных стран, в данном случае у нас в УТИ учатся из 60 стран мира и разных континентов, и также у медицинского персонала, которые общаются и со студентами, и с друг другом, и с пациентами, все это влияет на качество медицинского образования. Но на эту проблему, проблему мягких и гибких коммуникативных умений, обращают внимание европейские ученые Карла Орифис. Если можно, покажите, пожалуйста, последний слайд с литературой, мне будет легче. Да, вот обратите внимание, зарубежные европейские ученые Карла Орифис, Джозеф Банос, обращают внимание на роль гуманитарных предметов в обучении студентов-медиков. А Карнагорах и другие люди, и другие ученые обращают внимание на транслингвальную практику, важность разных английских языков вот в таких международных соприкосновениях и общениях. Отечественные ученые немножко позже, они стали обращать на это внимание с 2007 года. Наши отечественные ученые обратили внимание на эту проблему последние два года. Мы видим предыдущий слайд, пожалуйста. Мы видим вот в списке литературы ученых, ученых, ученых отечественных. Прошину, Халяпину, которые рассматривают проблему транслингвизма и его прикладного значения. Халяпину, которые говорят уже о плюрингвальном и транслингвальном подходах, которые признаны для нефилологических вузов в стране, особенно в технических вузах в стране. И когда мы столкнулись с проблемой, у нас возникло, почему мы решили так тщательно изучить эту проблему. Мы столкнулись с такой ситуацией, с жаркой дискуссией в университете, когда иностранные студенты, можно к началу, пожалуйста, презентация, когда иностранные студенты на занятиях просто автоматически хотят использовать разные языки. Они хотят использовать и не только английский, но также параллельно латинский, который они изучают. Они хотят использовать иногда и родные языки, но русский язык сам по себе необходим, потому что они общаются у постели больного, с больным человеком только на русском языке. Мы тогда решили задуматься и ответить на вопрос нашему руководству университета, на каком языке, на одном английском, или, может быть, есть другие какие-то подходы к этому явлению, более совершенные, более современные. Тогда мы решили провести такое исследование. Перед вами цель, перед вами методы исследования. Мы провели педагогические наблюдения, побыли на занятиях. Мы взяли качественные образцы академической речи 50 преподавателей и иностранных студентов в реальных условиях учебного процесса. И спасибо, что мы это сделали. Вот хотя бы в 2018-2019 году у нас были материалы для исследования. Мы тогда смотрим, вот обратили внимание, что, как нам быть, можно ли нам использовать разные языки. Мы можем ли мы с уверенностью отвечать, что мы, да, мы с помощью язык посредник английский, потому что все студенты из разных стран мира, они обучаются теперь уже в одной группе раньше. У нас были монолингвальные группы, когда у нас уже учатся больше 3000 студентов в университете. Мы тогда, группы стали формироваться полилингвальные. И мы поняли, видели, что у нас обозначило стремление, о чем я уже сказала, используют разные языки. И английский, и латинский, и русский, и родные языки иностранных студентов. И язык компьютера, без которого мы сейчас работать, никак не можем. Мы решили определить, на каких этапах, где, в каких сферах деятельности, какие умения являются самыми главными. Естественно, мы рассматриваем русский язык как самый главный для того, чтобы иностранный студент приобретал и формировал в себе критическое мышление, клинический язык, язык клинического общения с иностранными, с больными пациентами, которые находятся в русских клиниках, куда они приходят и взаимодействуют, и опрашивают, и собирают историю болезни, а затем обсуждают ее на докторских конференциях. И все это происходит на русском языке. Поэтому мы обратили внимание на этот момент, что русский язык является главным. Вторым языком, оказывается, у нас является, по мнению студентов, по мнению преподавателей-клиницистов и преподавателей теоретических профилей, преподавателей теоретического профиля, является латинский язык. Пожалуйста, если можно, слайд о латинском языке, о его роли. Вот посмотрите. Сейчас, минуточку. А не подскажете, какой номер слайда? Так, следующий. Да, вот этот. После картиночки. После картиночки. Вот у постели больного студенты общаются с русским пациентом на русском языке, на правильном, понятном русском языке, но и с нашими российскими диалектами обучают кафедры русского языка и культуры речи студентов иностранных. А вот латинский язык, древний язык медицины, врачевания, он не только обогащает медицинской терминологией, дефиницией, но и также выполняет огромнейшую воспитательную роль. Вы видите пословицу, без которой вообще наша жизнь вообще уже невозможна. Мы так редко слышим слова утешения от наших врачей, которые облегчают нашу боль и наше состояние психологическое. И поэтому вот ученые зарубежных стран Западной Европы и России тоже, они обратили серьезное внимание на то, что сейчас все пациенты сражают от дефицита общения с больным. Поэтому вот эти слова утешения, которым мы должны научить, милосердие, сострадание, понимание больного, мы должны обязательно научить в процессе обучения наших специалистов, русских, отечественных и зарубежных. Мы обращаем внимание, естественно, учебный процесс осуществляется с помощью академического английского языка медицины и языка компьютера, которые являются проводниками, посредниками в передаче информации, в владении знаниями, в контроле знаний студентов. Но мы не забываем о том, что нам помогают еще и другие языки в полилингвальной ситуации или в поликультурной среде. Вот благодарю вас. Еще раз, пока я рассуждаю об этом, вы увидите сейчас следующий слайд, на котором показывают, что с помощью английского языка и латинского языка преподаватели обучают моральным установкам, этическим признакам. Существует биомедицинская и медицинская этика, здоровье, правильное отношение к здоровому образу жизни, заботе о больному. И, естественно, наши иностранные студенты вот уже второй год участвуют в научных исследованиях. Английский язык у нас является ведущим вместе с латинским языком. Если можно дальше, пожалуйста. Так, теперь в отношении языка компьютера. Да, конечно, много говорилось на этой конференции, много говорим мы в своем вузе на конференциях о важности языка компьютера и современных информационно-коммуникационных технологий. Но вы понимаете, как бы было уже признано сегодня на пленарном заседании, было признано точно, ясно и конкретно, что, естественно, медицинское образование без воспитывающей роли самого доктора, который общается и передает свои этические, моральные принципы, необходимые для медицинского специалиста, естественно, они являются важными. Но в той ситуации, в которой оказался весь мир в условиях пандемии, компьютерные информационно-коммуникационные технологии нам помогли. Если можно, пожалуйста, в следующий слайд. Мы все работаем вот сейчас вот так до сих пор. Наши иностранные студенты, к сожалению, находятся дома. И многих, очень много осталось в Курске, не уехали и обучаются в аудиториях, так же, как и отечественные студенты. А те, которых родители не отпустили из своих стран, те обучаются онлайн и без языка компьютера, к которому они обращаются за поиском информации. И вот так вот в онлайн-режиме преподаватели проводят занятия с ними, устраивают дискуссии, разбирают кейс. У нас особые случаи. У нас кейс, medical cases, case reports. Они обсуждают со студентами, формируя у них критическое клиническое мышление. И наш эксперимент показал, вернее, наблюдение, образцы речи, что студенты, участвуя в обсуждении клинических случаев, они настолько увлекаются, и они сами совершенно незаметно переходят на родные языки, используют их, и мы не возражаем, потому что, ну, выражают свои мысли, ну, и хорошо. Родной язык для них есть родной. Значит, в этой ситуации он лучше себя выразит на родном языке. И просим просто потом это сказать для всех, либо как-то перевести на русский, либо как-то объяснить это на английском языке, что он сказал. То есть у нас транслингвизм, настоящий транслингвизм, и это не только в технических вузах занятия или преподавателя. Я специально обратила внимание на эту проблему в медицинских вузах. И я не думаю, что это плохо, потому что родные языки иностранным студентам помогают хорошо и комфортно жить в новой языковой среде, в новой культуре, которая для них является российская культура. В своих сообществах они общаются на родных языках. И наши русские студенты, российские студенты с большим желанием тоже стараются как-то, если им английского языка не хватает, они спрашивают у них, а что бы сказали на своем родном языке. И вот идет такое взаимообогащение языками. Теперь я заканчиваю свой доклад с выводами. Смотрите, пожалуйста, на эти выводы, которые мы сделали. Что транслингвальная ситуация в современных поликультурных медицинских университетах благоприятно действует. Она способствует повышению качества медицинского образования, она способствует созданию хорошего психологического микроклимата в УЗИ. Для иностранных студентов они не чувствуют себя иными в другой культуре. Они все вместе. И нам очень интересно, когда они на всевозможных концертах и в процессе всего общения в коридорах университетов, в читальных залах, в музеях. Они пользуются своими родными языками, нам это очень нравится. Поэтому вот эта бесконфликтная комфортная среда, она у нас существует уже 25 лет. Мы очень рады тому, что в нашем ВУЗе учатся иностранные студенты, а некоторые преподаватели вообще, даже многие говорят, нам больше нравится обучать иностранных студентов, чем российских студентов, потому что это интересно. Мы вместе с ними углубляем свои знания по английскому языку и вместе с ними работаем, обогащая себя культурами тех стран, которые они обучают. Но готовить преподавателей, конечно, очень трудно, потому что вот все это, свести вместе, вот это интегративный подход. Я об этом уже на предыдущих конференциях говорила и в МГУ, и в МГИМО, и в нашем первом московском медицинском университете. Мы давно используем интегративный подход. Но дать ответ на то, какой язык ведущий, сейчас очень трудно. И я очень согласна с Ольгой Карловной Ильиной, которая сегодня сказала. У нас идет размывание границ. У нас идет размывание границ между преподаванием предмета и преподаванием английского языка. Они как бы сливаются в единый поток преподавания. У нас еще идет размывание межязыковое, когда происходит интерференция, происходит переход с одного языка на другой. И вы знаете, это очень продуктивно. Я вам точно говорю, что это очень здорово. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, Валентина Илларионовна. Воистину гибкое использование транслингвизма. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Елена Владимировна, пожалуйста. Спасибо большое. Ваш доклад полностью подтверждает реальность, собственно говоря, то, в чем мы всегда живем. У меня вопрос такой, билингвизм, моя давняя специализация. Скорость переключения языковых кодов. У всех ли студенты справляются? Вы знаете, скорость переключения у иностранных студентов намного быстрее. До свой родной языковой код и на код английского языка. Вы понимаете, наши отечественные студенты сейчас находятся не в таких благоприятных условиях, о которых вы говорили. Елена Владимировна. Понимаете, вы вспомнили 61-й год, я его тоже хорошо помню, когда было 180 часов, и этому мы были рады. Понимаете, немножко меньше. И потом еще популятивные занятия, чуть ли не до конца окончания университета, в медицинском университете это тоже было. И тогда, конечно, а сейчас, сейчас очень жалкие часы, но мы стараемся каким-то образом наших иностранных студентов обучить. Все вместе ведь теперь и general English, и special English, и professional English. Поэтому вот стараемся как-то все это, очень не теряя времени, сформировать, чему-то научить, но им трудно. Они не имеют реальной практики. Поэтому стараемся включить их в такие интересные формы общения с иностранными студентами, даже в сети, в сети, в сети, в сети, в сети с иностранными студентами. А когда все были вместе в университете, мы устраивали и олимпиады, совместные конкурсы, и в форме диалоги, для оценки диалогичности речи. Это было им очень интересно, когда русские студенты общаются вместе с иностранным студентом или, например, группа русских студентов, мини-группа с иностранными студентами, над совместными правитами. Это мы делаем в рамках вообще медицинского образования нашей страны. Я работаю в составе Лингвистической комиссии Минздрава России на базе первого медицинского университета много лет. И поэтому мы сейчас практикуем такие олимпиады, где участвуют, над проектами работают иностранные студенты из разных стран мира, вместе с российскими студентами. Я вас очень приглашаю, Елена Владимировна, в ваш белорусский университет. Мы делаем приоритет медикам, но если вы там и поучаствуете, это будет очень здорово в таких олимпиадах. Она у нас будет проходить в ноябре. Вы можете записать мой электронный адрес, и мы будем с вами на связи. Я вас приглашу, Елена, а вы еще и медикам передадите приглашение. Спасибо вам большое, безусловно. Спасибо. Спасибо большое, Валентина Илларионовна. Очень интересный доклад. Уважаемые коллеги, нет среди присутствующих бажены Джугановой и Анны Барнау, поэтому я передаю слово Марьяне Мирчевой, Университет национального и мирового хозяйства, Университет национальной мировой экономики, Болгария, на выступе с докладом на тему свод-анализ преподавания иностранного языка для специальных целей в онлайн формате. Спасибо большое. Да, попытаюсь с вами поделиться нашим опытом. Университет национального и мирового хозяйства Прошу прощения. Спасибо. 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 О, уже работало. Готово. Мы слушаем вас. Я очень рада участвовать в этом мероприятии с коллегами, специалистами. Все презентации просто были замечательные, очень содержательные. Так что всем огромное спасибо. Окей. И я бы хотела начать с очень коротким интернетом. Буквально пару слов об университете национальной и мировой экономики. Это университет национальной и мировой экономики. И это в Софии, Булгария. Располагается в Софии, в столице страны. Он объединяет в себе школу экономики, менеджмента и администрирования. Преподается международная экономика, политические исследования, политология, европейские исследования. Уровень английского произночения B2. Работа над языком посвящена подтяжке английского языка, совершенствованию и освоению новой терминологии. Это политическая терминология, правовая. Привлекаем к использованию только аутентичные материалы. Включаем записи реальных бесед, интервью, рассказов. Это нужно для того, чтобы максимально приблизиться к реальной обстановке. В принципе, на виртуальных классах стало понятно, что преподавание специального английского наталкивается на такие же сложности, как и общего английского. Большое подспорье в этом нам отстатывает Microsoft со своими платформами. Почему цифровой класс, цифровая аудитория лучше? Она гибче. Больше доступ к ресурсам. Больше возможностей для сотрудничества и взаимодействия. Можно подключать разные материалы, сопровождать лекцию и иллюстративными материалами, подкастами, например. Большие возможности общения со студентами через всевозможные онлайновые ресурсы. В результате имеем большую гибкость и большую усвояемость предметов. Мы применяем гибридный метод обучения. Дистанционные и очные методы, форматы, вернее, делятся ровно пополам. Мы по-прежнему применяем и учебники, и учебные пособия. Но технологии, современные технологии, позволяют студентам иметь расширенный доступ к дополнительным материалам. Формат выбирается в зависимости от необходимости. Материалы все хранятся на университетском сервере и доступны в любое время. Это значит, что они доступны нам всегда и для всех в неограниченном количестве. Это предъявляет новые требования к подготовке преподавателей. Они должны уметь ориентироваться в цифровой среде, освоить все эти материалы и уметь знать, что нужно искать. При том, что мы широко используем традиционные форматы, мы используем традиционные форматы обучения. Единственное, что мы имеем при этом расширенный ресурс и гибкость. Например, домашнее задание можно записывать на звуковую дорожку и создавать в электронном виде. В начале учебного года 2020-2021 было проведено обследование по определению компетенции преподавателя английского языка. В основу были положены документы, требования к компетенции преподавателя английского языка. Это европейский документ. Результаты показали, что в целом, в среднем, преподаватели достаточно хорошо подготовили подготовленные к цифровой среде, но тем не менее остаются преподаватели, которые требуют подтяжки. Результаты преподавателей активно сопротивляли цифровой среде и считали, что индивидуальные лекции – это лучший формат. опыт показывает, что огромные отдачи получаются от коллаборативных усилий, особенно в плане обмена материалами. Это очень важно для сверки часов, калибровки материалов, оценки. Сам по себе процесс сотрудничества и взаимодействия заточен на повышенный результат. Главное, чтобы участие в этом коллаборативном процессе было осознанным и осмысленным. Впрочем, есть и некоторые недостатки. Первый недостаток – это отсутствие живого контакта. Приходится полагаться на чисто электронную картинку без помощи жестикуляции, выражения лица и так далее. Подготовка к занятиям в дистанционном формате требует много времени, больше времени. Приходится поддерживать интерес успевающих студентов, поощрять их и что-то делать с отстающими. Дистанционно – это сложно. Материал, по идее, должен быть приспособлен, желательно индивидуально каждому студенту, но в удаленном формате это делать очень трудно. Дополнительная трудность – это навигация всего интернет-пространства, выверка материалов и их отбор. В принципе, в аудитории студенты учатся работать коллективно, чувствуют локоть. И роль преподавателя немоверно возрастает. Аудиторные занятия в нашем университете затяжные, достаточно длительные. Три раза по 90 минут. Студенты с трудов выдерживают такое напряжение. Причем предусмотрим только один перерыв на 10 минут. Мы не можем давать им дополнительные перерывы, потому что иначе учебный процесс сломается. А это означает, что преподаватели должны готовить занятия друговременно, а это требует огромного количества времени и усилий. А еще одно. Технические проблемы с интернетом, с технической части – все это бывает слишком часто и создает элементы перевозки. Да, при всех новых возможностях и удобствах дистанционного обучения есть и серьезные недостатки. Это требует от преподавателей и участников дистанционного процесса в целом новой сосредоточенности, обладавания новыми практическими навыками и привычками. Я считаю, что пора переходить от традиционных форматов обучения, построенных в центральной роли преподавателя, к смешанным форматам, когда студенты сами выступают в роли преподавателей, сами выступают в виде ведущих. Это очень хорошо работает в небольших группах. При этом роль преподавателя от них не умаляется. Преподаватели могут не беспокоиться нам насчет разубоживания их роли в учебном процессе. Их задача несколько трансформируется. Главное, их функция теперь – контроль. Контроль над учебным процессом, корректировка, ходы занятия. Дальше стоит вопрос, как с записью. Можно ли, допустимо ли записывать занятия? Это вопрос неоднозначный. Связан он и с тайной информацией, и с личной тайной. Кроме того, требуется новый технический персонал, который должен обеспечивать функционал всей этой цифровой среды. Очень часто встречаются нарушения и авторских прав, и переписки. Дело в том, что информационные IT-компании изобретательные, у них каждый год что-то новое в рукаве появляется. Поэтому появляются новые возможности обхода любых ограничений. Новые программы, даже если они хороши, требуют освоения. И, с другой стороны, открывают новые возможности для утечки информации. Ну и, наконец, огромная проблема — это нахождение перед монитором компьютера. Я думаю, что по мере становления институционного обучения эта проблема станет центральной. Выводы — пандемия внесла в нашу жизнь новые действительности. Прежде всего, это коснулось школы, университетов, колледжей. Практически в одночасье была разрушена традиция персонального контакта с преподавателем, и все перешли на дистанционку. Исследование, проведенное в Германии, показывает, что усердие на занятиях снижается. Успеваемость тоже может показать некоторое снижение. По сути дела, цифровая среда облегчает прохождение учебного процесса без дополнительной учебной нагрузки, без учебного момента. Так обычно бывает. С любой инновацией есть позитивная и обратная сторона. В принципе, мы приветствуем развитие образования в этом направлении. Элемент отлынивания простого прохождения учебного процесса, хоть и проблема, но все-таки она подается решению. Прежде всего, за счет повышения качества преподавания. Я думаю, что все-таки дистанционное обучение – это будущее системе образования. Не надо бояться технологий. Надо технологии осваивать, учиться и применять. Технологии – наш друг. Я думаю, что мы совсем уже не откажемся от аудиторных занятий, хотя, похоже, этот формат потихоньку будет в прошлое. Ведь все-таки элемент социализации и элемент личного участия крайне важен. Очень важны вербальные и невербальные средства коммуникации, которые возможны только в вручном режиме. Другими словами, осваивая новые технологии, нельзя забывать о добрых старых. Спасибо большое. В конце моей презентации указаны мои контактные данные. На последнем слайде я указал исследование, на которое я ссылалась во время своего выступления. Это исследование ученых из двух ведущих немецких университетов. Благодарю вас за внимание. Не могли бы вы, пожалуйста, показать последний слайд со ссылками? Благодарю. Очень актуальная тема. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста. Не вижу сейчас чат. Возможно, кто-то пишет. Вы можете включить микрофон и задать вопрос устно. В чате никого нет. Никто не задал вопрос. Спасибо, Юлия Эдуардовна. Большое спасибо. У нас есть еще один доклад на тему, тоже связанную с современной реальностью. Тема касается дистанционного формата обучения. Степанова Мария Алексеевна из МГИМО хотела бы выступить с докладом обучения коммерческой корреспонденции на немецком языке в дистанционном формате. Пожалуйста, Мария Алексеевна. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я представляю гастрю немецкого языка МГИМО. и мой доклад называется обучение коммерческой корреспонденции на немецком языке в дистанционном формате. Традиционно на нашей кастбре в университете этот аспект занимал почетные позиции на протяжении трех семестров бакалавриата в объеме 94 академических часа, но постепенно сокращение часов и затем переход на дистанционный формат в прошлом году усложнил нам задачи. В настоящее время курс сокращен до 40 учебных часов и рассчитан на два учебных семестра четвертого курса, тогда как раньше обучение начиналось со второго семестра третьего курса бакалавриата. Курс охватывает 10 предметно-электрических тем, на слайде вы можете посмотреть эти темы. Курс опробировался в течение двух семестров на факультете международно-экономические отношения. Это такие статизации, как маркетинг, логистика, банковское дело. И цель обучения является овладение навыков перевода, письменного перевода документов и двустороннего перевода диалога коммерческого характера, что собственно является содержанием государственного экзамена. Апробация этого сокращенного курса в общем показала неплохой результат. На факультете МЭО средний балл составил 84%. Студенты в целом справляются с программой. Но мы сталкиваемся с некоторыми особенностями, среди которых я бы выделила проблемные аспекты, такие как обучение деловой корреспонденции, переводу писем. Практически теперь мы не имеем третьего курса второго семестра и практически мы теперь обучаем электронные корреспонденции. с одной стороны это упрощает задачи, потому что электронная переписка достаточно шаблонна, но с другой стороны критерии оформления, которые характерны именно для немецких главных писем, необходимо давать студентам. Есть некоторые особенности. Вы видите пример немецкого документа, это напоминание о платеже. я обращаю внимание сейчас только на некоторые особенности на структуру, это отсутствие красной строки в нашем понимании в русских письмах, это обращение на «вы», которое сохраняется в немецких письмах, заключительная фраза с уважением, которая пишется без запятой в немецких документах в согласных наварю. Сам факт, что культура написания писем изменилась, несколько упростилась, трансформирует наше понятие о стиле. В том смысле, что сводит его к некоторым моментам лексико-стилистического уровня. У нас сейчас нет возможности работать над стилем полноценно, конечно, нас нет на это времени, к сожалению. Следующий аспект – это перевод контрактов. Переписка по контрактам раньше составляла очень большую часть курса обучения, и пересмотр и сокращение программы позволила нам сделать акцент на обзорном представлении материалов, на обзорном представлении разных типов контрактов и на новых правилах международной торговли IncaTerms 2020 года. И пришлось значительно упростить, конечно, учебный материал и сократить объем лексики. На развороте вы видите параграф, посвященный контрактам. мы представляем IncaTerms с английскими аббревиатурами с параллельным переводом на русский язык. И в приложении мы также предлагаем студентам подробное описание этих сокращений на немецком языке. Разные виды контрактов мы считаем необходимым представить обзорно, для того, чтобы студенты могли соотнести в частности в упражнение тип контракта и описание дефиницию. Они должны отличать договорку при продаже, батерные сделки договора с поставком и так далее. И в приложении мы также приводим некоторые примеры документов, в частности контракты трудовые и некоторые другие, чтобы студенты знали, как это выглядит на немецком языке. Лексические упражнения мы даем после представления основного материала, в основу мы все-таки берем контракт купли-продажи и мы представляем его сразу на двух языках. Мы считаем важным, чтобы студенты запоминали непосредственно правильный вариант перевода положения контракта и даем параллельно немецкий и русский вариант. Далее, конечно, мы даем список лексики к этому материалу и разные виды лексических упражнений. Это упражнения на синеме на предложенные дополнения прилагательные и глаголы с предлогами, на многозначность и перевод на русский и на немецкий язык. Если у нас остается время, мы также посвящаем некоторую часть занятия обсуждению таких моментов, как основные условия контракта, chance and conditions, allgemeine geschäft verdienen. Почему важно их все-таки читать, когда заключается сделка или просто когда мы заключаем какой-то договор или подписываемся даже на социальные сети, что может происходить с нашими личными данными и что нам все подожидает от этих условий. И также можно обсудить защиту потребителя Германии. Кроме того, при переводе мы уделяем некоторое внимание ложным друзьям переводчика. Например, слово арбитраж, которое в Германии в контексте коммерческой корреспонденции употребляет как синониме слова шейцкерый, третейский суд. В цифровой среде в интернете эти словосочетания могут иметь другие значения, в частности онлайн арбитража, это перепродажа товара, онлайн шейцкерый, это электронная платформа, на которой может осуществляться разрешение форум. И далее еще один пример лексического упражнения на синониме. очень важная часть курса это обучение диалоговой речи, диалогической речи, обучение диалогической речи в цифровой дистанционной форме это такая большая тема, что можно посвятить ей, конечно, отдельную конференцию. Здесь и трудности восприятия на слух, это техническая задержка передачи информации, это и невозможность проконтролировать обучение скорописи, потому что студенты привыкли забивать информацию в телефон. Концентрация внимания, конечно, в цифровой среде снижается и умение выделить главное при переводе и дать адекватный перевод фразы тоже запознено. Поэтому, как вы видите, мы предлагаем короткие реплики, они значительно короче, чем все развернутые реплики, которые мы предлагали на экзамене раньше. Сейчас мы даже запускаем, если экзамен проходит в дистанционном формате, мы запускаем повторение сразу за переводом. Несомненно, положительный момент в том, что мы оставили этот аспект безустороннего перевода, потому что именно здесь проверяется знание языка, есть невозможность писать, и этот аспект готовит студентов к переговорам на онлайн-конференции, что, собственно, и является их профессиональным навыком, важным для их дальнейшей профессиональной деятельности. Проблемы обучения лексики, конечно, вынудили нас сократить объем словаря, проблемы, связанные с грамматическими аспектами, объясняются отчасти незнанием базовой грамматики, порядка слов, особенностей немецкого языка, таких как неземные приставки, и такой темы как причастие, потому что в этой зловой переписке в документах достаточно частотные обороты, которые переводятся причастиями и причастиями. Вот вы видите некоторые примеры частотных оборотов. Работа над фонетикой в дистанте естественно тоже полноценно невозможна, но неправильное предношение затрудняет восприятие и искажает смысл, создает дополнительную нагрузку на коммуникацию в цифровой среде. Поэтому рассматривается необходимость записи аудиокурса телефонов переговоров параллельно к этому основному курсу. В итоге положительным моментом мы считаем в общем разработку курса, который может применяться как для дистанционного обучения, так и обучения традиционного и возможность составления экспресс-курса на онлайн платформах типа степик также на основании этой разработки. Проблемным моментом считаем все-таки обучение идеологической речи на иностранном языке, который является основой межкультурной коммуникации и не выигрывает от цифровизации с точки зрения вот этого исследования, а скорее наоборот. Специфика немецкой деловой переписки есть, как я уже упомянула, это и обращение на вы, и оформление соответствующее, и вообще подход носителя языка, особенно тщательный к обработке документации, потому что если, например, при приеме на работу в Америке достаточно коммуникации на платформе Headhunter и достаточно формального обмена сообщениями для установления контакта и получения положительного ответа, то в Германии любят все-таки бумаги, любят тщательно проверять документы или этот персональный разговор. От заключения хотелось бы подчеркнуть, что если студенты овладеют хотя бы минимумом знаний и умений, то они, конечно, будут готовы к введению документации на немецком языке, но для сохранения и поддержания качества обучения именно идеологической речи, нам необходимо все-таки обуздывать цифровизацию, как сегодня упомянул Дмитрий Александрович Кричков на пленарном докладе. И говоря о идеологичности слова и гуманитарного знания, в свое время Бахтин показал очень широкий подход к идеологичности, но чтобы он рассказал о идеологии в цифровой среде сейчас и о восприятии друг друга участниками коммуникации. Безусловно, здесь присутствует коммуникация и идеологичность, интертекстуальность, но как дистанционный формат и социальная дистанция могут сказаться на коммуникации в целом? Для меня ответы однозначно отрицательны пока, и мне представляется, что стиль общения должен создаваться не цифровой средой, он должен закладываться в нежличностном общении, и среда должна быть интерперсональной, а не просто знаковой. Мне хотелось бы завершить малоизвестной цитатой одного немецкого исследователя, непосредственно он не имеет отношения к исследованию, но все-таки эти слова касаются важности среды, о том, что частица это не что, а среда это все, то есть среда и наша внутренняя среда и внешняя среда являются определяющими для нашего восприятия и нашей реакции не только на внешние раздражители, но и на все окружающие собеседнии в чате. Благодарю за внимание. Благодарю вас, Мария Алексеевна, очень обстоятельное исследование, интересный доклад. Уважаемые коллеги, Мария Алексеевна, у нас есть один вопрос в чате. Я подозреваю, Юлия Эдуардовна, не могли бы вы озвучить, у меня почему-то пропал чат. Вопрос, касался задания на двусторонний перевод. сейчас, секундочку. Так, где чат, минуту. Да, вот, нашла. Do you expect a translation of the Russian part of the dialect, so just a summary of the message? We definitely expect a translation of the Russian part, not just a summary, because there is a lot of specific terms concerning different areas of communication, and sometimes we need to hear a specific word or phrase, not just general meaning. Does that answer your question? Thank you. Thank you. Спасибо большое. Спасибо еще раз, Мария Алексеевна. Мария Юрьевна, можно мне задать вопрос? Да, конечно, пожалуйста. Я не могу его через чат послать, что-то чат завис, по-моему, но я хотела задать такой вопрос, Мария. Возможно, я пропустила, мне было интересно посмотреть все этапы обучения, и у меня вот нет такой вопрос, возможно, я пропустила ваш ответ и будет повторен второй раз, но мне кажется, что это будет не так уж плохо, если вы повторите его. Он касается вот такого важного педагогического вопроса, как, например, как вы проводите такое итоговое оценивание сформированных умений. Да, курс маленький, курс маленький, и вы так много стараетесь сделать, понимаете, охватить все аспекты речевой деятельности, но как вам удается тогда, и какие результаты демонстрируют ваши вопросы? Спасибо за вопрос. Контроль это очень важная часть курса обучения, конечно, мы стараемся в условиях именно дистанционного обучения облегчить студентам задачи, поэтому мы не проводим большие контрольные работы на весь урок в течение семестра. Семестровая работа, если семестр заканчивается по дистанционным зачетам, проводится в форме написания письма. Естественно, если это дистанционный формат, это электронное письмо, но если все-таки это очный формат, то мы должны исходить из того, что студенты в состоянии написать письмо от руки, перевести его от руки. В течение семестра контроль осуществляется в виде лексических диктантов, по каждой теме это 10 слов по выражению условно, которое студенты должны учить регулярно. Собственно, от них ничего не требуется, кроме как учить лексику регулярно, потому что здесь есть специфика, есть некоторая терминология и значение не всегда совпадает с значением слов в общем языке, поэтому это требует дисциплины, но такая минимизация в виде лексических диктантов должна студентов дисциплинировать. Если мы проводим экзамен не в дисциплинированном формате, то двусторонний перевод диалога на госэкзамене, так они второго семестра четвертого курса бакалавриата включают устный перевод двусторонний с немецкого на русский и с русского на немецкий и с отлуха. Студенты записывают эти фразы, которые мы стараемся читать достаточно размеренно, делают себе пометки и переводят. У них есть буквально несколько секунд на то, чтобы подобрать перевод, потому что мы даем достаточно сокращенные варианты реплик из-за того, что студенты не готовы в данном случае переводить, так как они были раньше готовы. Навык формирования перевода, к сожалению, отсутствует. Мы только начинаем его формировать на четвертом курсе, надо было бы на третьем, надо было бы на самом деле еще в конце второго года обучения, когда уже уровень В1+, начинать с перевода на слух, потому что студентам это важно, особенно в этих направлениях обучения. Перевод на выставках, перевод на переговорах, все это им предстоит, и в результате они затрудняются, потому что не хватает практики, поэтому 10-15 минут от урока мы посвящаем именно переводы диалога. Спасибо, поняла. Спасибо. Спасибо большое, Мария Алексеевна. Уважаемые коллеги, возникла небольшая проблема технического характера, связанная с чатом. Ольга Карловна, вы слышите меня? Да, да. Ольга Карловна, у вас есть разрешение использовать антрасы экрана. Уважаемые коллеги, я хотела бы сейчас предоставить слово Ольге Карловне Ильиной. Она выступит с закладом на тему интерактивные методы обучения английскому языку рекламы и связи с общественностью. Коллеги, слышно меня? Слышно. Да, и видно. И презентация. Так, сейчас я попробую сделать ее более интересной, если получится. Может быть, нет. Итак, тема моего выступления интерактивные методы обучения английскому языку профессии. Профессии рекламы и связи с общественностью. Это одно из направлений, по которому наши студенты обучаются на факультете международной журналистики ГИМО. Как известно, интерактивное обучение это обучение, при котором обучающиеся тесно взаимодействуют с преподавателем и друг с другом. Интерактивные формы обучения стали возможны благодаря пришествию цифр в учебный процесс и возникновению смешанного обучения, которое совмещает получение знаний с участием преподавателя лицом к лицу, то есть традиционный подход к образовательному процессу, плюс дистанционное образование. Это дало возможность нам использовать интерактивные формы обучения. Я остановлюсь на двух формах, которые мы используем в преподавании языка рекламы и связи с общественностью. Первое это перевернутый класс, flipped classroom. Сегодня у нас уже звучало это ползочетание в докладе нашей уважаемой болгарской коллеги, но теперь оно прозвучит и в моем выступлении тоже. Перевернутый класс означает подачу материала иначе, чем мы привыкли. Обычно как мы преподаем тем? Как правило, мы просим студентов прочитать энное количество страниц в учебнике, а потом мы выполняем упражнения. Если это язык профессии, то это упражнения на понимание прочитанного плюс лексические упражнения и дальше творческие упражнения. Перевернутый класс все переворачивает. Мы начинаем с заданий, которые, как правило, бывают дополнительными. Это просмотр видео. Я покажу вам, как мы это делаем, о примере темы истории связи с общественностью. Мы берем видеофильм в YouTube, он длится чуть менее, чем 6 минут, и повествует он о самых важных вехах истории связи с общественностью как в древности, так и в англоязычном мире. Например, самые древние формы связи с общественностью были эгипетские пирамиды, которые своей мощью оказывали воздействие на людей, которые испытывали благоговение перед существующим политическим строем. Это была форма влияния на общественное сознание. Другая форма, которая показана в этом фильме, это социальный протест о бостонской чаепитии. В XVIII веке которые всем известны, американцы протестовали против налогов, которые они должны были платить митрополии за ввоз чая, весь чай выброшен в море. Далее показаны тоже исторически известные формы связи с общественностью, это подкуп и веселое надувательство. Веселое надувательство, например, практиковал Фениас Барнум, известный шоумен. Он возил цирк по всей стране и даже в Европу. Первое, что он делал, он являлся в редакцию местных газет, и бесплатно раздавал билеты журналистам, чтобы все они пришли и распространили сведения о выступлении. Это подкуп. А веселое надувательство заключалось в том, что он возил с собой выставку всяких диковинок. Например, одна из диковинок была фиджейская морская дева. Он заявлял, что такие существа водятся около берегов Фиджи. На самом деле это был обман, потому что это было чучело молодой обезьяны, головой молодой обезьяны, которая была пришита к хвосту крупной рыбы. А он все это выдавал за действительность. В этом же фильме, в таком коротком, показана личность в истории связи с общественностью. кроме Финиаса Барнума, там отмечены американские президенты Линкольн, Франклин, Делендер, Леннон, Узарт, как люди, которые внесли большой вклад в историю этой профессии связи с общественностью. А также Эдвард Бернейс, его знают в основном специалисты, но в мире рекламы связи с общественностью это очень громкое имя. Он является отцом-основателем связи с общественностью не только в Америке, но и во всем мире. Он был к тому же племянником Зигмунда Фрейда. После того, как студенты посмотрели этот фильм, они могут это посмотреть дома сами, могут посмотреть в классе, проводится обычная вопросно-ответная беседа, отработка активной лексики и также презентация собственных проектов по изученной теме. Как это выглядит? Студентам раздаются фамилии известные в истории связи с общественностью. Студенты используют свои собственные гаджеты, наушники, находят информацию, им дается время и потом они делают короткое пятиминутное сообщение. Лексика. Активная лексика ее гостя по связям с общественностью уже содержится в этом фильме. То есть студенты погружаются полностью в тему, все остальное им дается потом очень просто, поскольку основную лексику они уже изучили. второй метод который мы используем в работе над темой истории связи с общественностью и не только этот, но и другие темы это ситуационный анализ. Все работают над ситуационным анализом по-своему. У нас есть четкая схема, есть определенные шаги, от которых мы не отходим и всегда их соблюдаем. Первое, что мы делаем, поскольку речь идет об истории связи с общественностью, мы, например, берем компанию, скандально нашумевшую в свое время компанию, которую подготовил Эдвард Бернейс для табачного бизнеса Lucky Strike. Владельцу этого бизнеса показалось, это было в 20-е годы прошлого века, что можно было бы повысить продажи сигарет Lucky Strike, и ему очень не хотелось тратить деньги на то, чтобы изменить дизайн пачки. В дизайне пачки присутствовал сочный зеленый цвет. Он был крайне непопулярен в американском обществе того времени, и кроме того, значительная часть людей просто не курила. Женщины, например, не курили, это считалось дурным тоном, закурить могли только девушки с низкой социальной ответственностью, а остальные этого не делали. Так вот, Эдвард Бернейс разработал компанию специально для того, чтобы привлечь американских женщин к курению. Он продумал каждый шаг, и компания была очень интересная, то есть надо было женщин подсадить на курение и оставить сочный зеленый цвет пачки сигарет. Все это описано в ресурсах, которые рекомендуется студентам, они с этим знакомятся, это им дается над. Что их просят сделать? Их просят составить краткое содержание кейса. 3-5 предложений, не больше. Все это в изъявительном наклонении и в простом прошедшем времени. Ни в коем случае нельзя использовать модальные глаголы и нельзя использовать сабджанкты, мод. Но я не буду зачитывать краткое содержание, я вам уже рассказала вкратце, о чем идет речь. Здесь 5 предложений. Дальше студенты вычленяют проблему. Это всего лишь одно емкое предложение, состоящее из 7-9 лексических единиц, не больше. Это тоже простое прошедшее время. Поскольку мы говорим об истории, то здесь прошедшее время, но когда мы говорим о пиар-компаниях сегодняшнего дня, мы используем простое настоящее время в изъявительном наклонении. Вот, пожалуйста, проблема у нас показана в одном единственном предложении. Дальше действующие лица, их еще называют акторы, это физические, юридические лица, которые заинтересованы в решении возникшей проблемы. Студенты должны всех перечислить. Их достаточно много, восемь действующих лиц, это американские женщины, и компания, и сам Эдвард Бернейс, и психоаналитик, который ему помогал, и универмаги, и видные общественные деятели. Студенты не должны обойти ни одного. Дальше студенты составляют хронологию событий в реверсивном плане от более позднего времени к более раннему, чтобы показать, как эта проблема назревала. Здесь несколько этапов. Самый близкий этап к созданию компании это зеленый цвет, который нужно было вернуть общество и приучить людей использовать этот цвет. Самое дальнее событие это аморальное поведение женщин курящих, то есть то, что не прививалось в обществе. Дальше препятствия по-английски называются issues. Выявляются препятствия столько, сколько получится, исходя из ситуационного анализа. Здесь препятствия известны, те, кто курит, женщины, которые курят изгои в обществе, и зеленый цвет не привлекателен. статус студенты вырабатывают решение проблемы. Должно быть не меньше трех и должны быть указаны достоинства и недостатки. Можно ожидать, что студенты предложат три варианта решения проблемы. Во втором абзаце указано, что они все равноправны. в некоторых случаях бывают предпочтительные варианты и бывают менее предпочтительные варианты, но в данном случае все варианты являются одинаково достойными. Ольга Карловна, я прошу прощения за что я прерваю, у вас две минуты. Дальше рекомендации на основе вариантов решения. Потом вырабатывается план действий исходя из того, что люди уже выявили. А потом студенты пишут заключение, оно должно быть ярким и должны быть указаны перспективы данной пиар-компании. После этого студенты выполняют проектное задание, им оно дается подготовить ситуационный анализ одной из известных в истории пиар-компаний. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ольга Карловна. Очень интересный и подробный доклад. Спасибо огромное. Уважаемые коллеги, технические ассистенты напоминают о том, что в 16.45 мы должны завершить работу секции. Но подводя краткий итог, я думаю, что все согласятся. Хоть и дискуссии возможно не было, но мы все согласны о том, что темы представленные сегодня актуальны, безусловные подходы, которые вы описали, они новые, отличаются научной новизной и своей практической значимостью. таким образом, я думаю, что работа получилась. Есть ли вопросы, может быть, комментарии, уважаемые коллеги? Пожалуйста, у нас буквально две минуты. Извините, пожалуйста, можно ли задать вопрос докладчику, потому что я так не понимала на реакции. Прошу прощения. Это вопрос к Валентине Илариу, к Наролине. Наролиной, Наролиной, да, я слушаю. Скажите, пожалуйста, есть ли разница между мышлением как таковым и разницей между медицинским мышлением, как вы говорили, и в чем клиническое мышление, в чем специфика клинического мышления, особенность клинического мышления. Поймите меня тоже правильно, что я не специалист медицинского профиля, но тем не менее я с ними работаю, обучаю преподавателей клиницистов. И разница заключается в том, что они клиническое мышление, формирование или развитие клинического мышления заключается в том, что встречаясь проблемной ситуацией в медицине, преподаватель клиниции начинает собирать данные, то есть сбор информации, анализ этой информации о больном, беседа с больным, изучение информации. и вот так постепенно, поэтапно он идет в постановке диагноза, консультирование с другими специалистами, вот такие этапы. Я думаю, что наше обычное мышление с психологической точки зрения, оно в общем-то, в общем-то клиническое повторяет эти все этапы. Мы встречаемся с неизвестной проблемой, вот если она не медицинского профиля, мы начинаем задумываться, что в ней, какое в нем противоречие, ищем пути решения этому противоречию. Я думаю, что клиническое мышление развивается на основных психологических механизмах реального человеческого мышления. Спасибо большое, Валентина Леонидовна, очень понравился ваш доклад. Спасибо, я буду рада, если мы будем контактировать с вами. и мой электронный адрес очень простой, сейчас не могу сказать, на ролина маленькими буквочками, на ролина собачка mail.ru. Я жду от вас вопросов, жду контактов, я буду с удовольствием с вами, как говорится, дружить, вот, в плане сотрудничества, сотрудничать, и с удовольствием буду отвечать на ваши письма и задавать вам вопросы. Большое спасибо, очень большое спасибо всем участникам. На ролина собачка mail.ru, последний неблагодарственный вот этот слайд не показали, возможно, люди бы его записали, но ничего, можно и в устной форме, мы те лингвисты. Спасибо, уважаемые коллеги, позвольте также поблагодарить наших переводчиков и нашего технического ассистента, далее, коллеги, в 17 часов продолжите работу в рамках мастер-классов и личных семинаров. Спасибо всем, хорошего вечера. спасибо вам большое. Спасибо, Наталья Юрьевна, за ведение секции, мы очень довольны, все было спокойно. Нормально? Спасибо. Спасибо. Вы находили измолки, вы нас хвалили, создавали положительную мотивацию, мы с удовольствием вас попали и не волновались. Спасибо. 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 До новых встреч. Спасибо. Bye-bye. 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 Thank you.